Девушки отдыхают Согласно его плану, правительственные, оборонные и дипломатические учреждения остались бы в Москве, Санкт-Петербург стал бы центром культуры, а новый Владивосток – оплотом экономики. Не секрет, что Дальневосточный регион давно живет отдельной от остальной России жизнью. Оптимисты идею поддерживают и считают, что проблемы сепаратизма Дальнего Востока и экспансии Китая на нашей территории будут решены, проект сработает на объединение. Скептики же наоборот уверяют, что в лучшем случае из этого проекта ничего не получится, а в худшем он только подтолкнет амбициозный Владивосток к еще большей обособленности. Итак, что такое столичный статус Владивостока? Приближение или наоборот отдаление и без того Дальнего Востока? Наши гости сегодня Николай Харитонов, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член Президиума Центрального Комитета фракции КПРФ. Депутат Государственной Думы Ян Зелинский, лидер партии «Альянс Зелёных Народная Партия» Олег Митваль. Гости справа от меня считают, что столичный статус Владивостока приблизит регион к арене активных политических и экономических преобразований. Гости слева наоборот считают, что этот столичный статус послужит отдалению и без того Дальнего Востока. Вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Севков. Депутат Государственной Думы Олег Савченко. Политолог Павел Светенков. Эксперты нашей программы, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Председатель движения развития Юрий Крупнов. Чуть позже к нам присоединится депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров. По традиции в начале нашей программы мы смотрим сюжет наших журналистов на сегодняшнюю тему. Внимание на экран. Мировой опыт показывает, чтобы ускорить развитие какого-либо приоритетного региона страны, нужно перенести туда столицу или хотя бы часть столичных функций. Недавний пример Казахстана по переносу столицы из Алматы в Астану наглядно показывает эффективность подобной меры. Серьезные прогнозисты давно говорят, чтобы стать современным полностью управляемым государством, России нужны три столицы, которые отражали бы ее исторические и культурные связи с Европой, но одновременно отвечали бы новому экономическому тренду – оглядки на восток. А главное, если перенести из Москвы во Владивосток хотя бы социально-экономический блок правительства, то это даст серьезный толчок развитию региона и развернет Дальний Восток лицом к остальной России. Скептики уверяют – это нереально и опасно. Я думаю, что если так сделают, то это просто будет выгодно кому-то, но не нам. То есть это дополнительные деньги налогоплательщиков. Это будет интересная попытка. Что из этого выйдет, это сложно сказать при нашем государстве. Даже не при людях самих, не при гражданах, а именно при так называемых чиновниках правительства. Если мы перенесем столицу во Владивосток, то сдвинутся традиции наши и от этого будет хуже всем. Я считаю, что перенос столицы из Москвы во Владивосток – это достаточно хорошая идея. Во-первых, это обновит институт власти и даст развитие регионов. За последний год Владивосток серьезно преобразился. Но придать ему хоть какую-то видимость столицы практически невозможно. Да, многие страны идут на разделение административного и экономического центров государства. Но переносу экономической столицы во Владивосток препятствуют огромные территории, которых, в отличие от России, нет в других странах с подобным опытом. Расстояние в 6,5 тысяч километров будет служить серьезной преградой для работы всей государственной системы. К тому же это крайне затратный проект. А переносить столицу только лишь для того, чтобы дать толчок к развитию региона – это еще и опасно. Почувствовав силу, местные элиты могут попытаться и вовсе отвернуть Дальний Восток от остальной России. Так что такое столичный статус Владивостока? Приближение или, наоборот, отдаление и без того Дальнего Востока? Спасибо нашим журналистам. С вами только что слово за слово, в котором право говорить имеет каждый. И к нам присоединился депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Если позволите, тогда мы начнем с экспертов в центре зала. Андрей Владимирович, ваше мнение? Сидя? Мое мнение какое? Все-таки на сегодняшний день мы не готовы переносить столицу. По крайней мере… Речь идет не о столице, а о переносе части столичной функции. Ну что вы. Вопрос не в том, чтобы собрать всех чиновников и отправить их не в Подмосковье, а на Дальний Восток. Это, конечно, не осуществимая мечта русского народа. Но речь идет в настоящее время только о части столичной функции. Андрей Владимирович привык просто к тому, что его слушают и не привык. В нашей дискуссии вам придется чуть-чуть… Ну раз в дискуссии, я тоже могу. Но дело в том, я хочу просто… Не, вы сидите сидите. Я сразу хочу сказать, что вопрос о переносе столицы стоять, на мой взгляд, не должен. Дело в том, что самая главная проблема – это как развивать наш Дальний Восток. Если мы сегодня возьмем реальное состояние российского Дальнего Востока и уровень экономического развития до Урала и за Уралом, то разрыв пока достаточно серьезный. В то же время, как в странах ОТС, если мы посмотрим на ситуацию, то Китай, Япония, Республика Корея, да даже взять Тайвань, Гонконг, Сингапур. То есть они развиваются достаточно быстрыми темпами. И не секрет, что центр экономического развития уже переместился туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Взять любые показатели. Нет, ну вот, допустим, Гонконг не является столицей Китая. По большому счету это и есть экономическая столица. Да, кстати, хочу напомнить, что выведена же экономическая столица в Китае. Мы об этом же как раз и говорим. Эминомическая столица Китая реально на сегодняшний день является Шанхай. Конечно, да. Но тем не менее политическая столица Пекин. Но по объему вуалового внутреннего продукта Шанхай, он не входит даже в первую восьмерку. Самая крупная на сегодняшний день в экономической структуре Китая первое место, хочу напомнить, занимает провинция Гуандун, потом провинция Дзянсу. То есть если говорить вообще об экономике, то Гуанчжоу и Шенчжэнь по совокупности, они больше Шанхай. Послушайте, мы начали вообще на передаче сегодня, пришли обсудить фразу одного из политологов о том, что надо перенести часть функции из Москвы, например, в Санкт-Петербург, что уже происходит, и на Дальний Восток. И, кстати, я считаю, что эта идея достаточно благая, потому что, к сожалению, то, что сегодня происходит с Дальним Востоком, вызывает вопросы вообще о целостности нашей страны. Мы можем просто, если будет идти такими темпами, мы можем просто это всё потерять. И, к сожалению, зачастую благие идеи наталкиваются на их плохое исполнение. Зачастую плохое исполнение. Вот идея, например, форума ОТЭС на Дальнем Востоке была правильной и хорошей. Но посмотрите, мы сегодня видим, что после отъезда делегации на острове Русский отключили свет, что дорога, которая идёт от аэропорта к острову Русский, на которую потрачено 29 миллиардов рублей бюджетных денег, уже обвалилась при первой весне. И вы знаете, да, что руководитель организации, проектировщик этой дороги уже идёт на выборы мэра в подмосковном городе. Вы поймите, вопрос, любую хорошую идею можно, извините. Спасибо, Олег Мирнович. Это всё прекрасно, но то, что вы сказали, это всё правильно и справедливо. Но, извините, вы что думаете, что если после переноса столицы дороги станут сразу намного лучше? Ой, 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 это точно не будет. Я вам вот и скажу, когда чиновник куда-то переезжает, первое, что улучшается, это дороги. Спасибо. Прошу вас, Юрий Васильевич, давайте мы сейчас в центральную подъем. С моей точки зрения, не только развитие Дальнего Востока, но и развитие страны попросту невозможно без переноса столицы на Дальний Восток. Это первый момент. Перенос столицы на Дальний Восток. В любом случае, императив российского развития – это перенос столицы за Урал. Это даже не обсуждается. Почему? Деформирована вся наша пространственная структура. Мы в экономическом центре мира, как сейчас было точно сказано, находимся своим сырьевым придатком, дальним краем, абсолютно брошенным, по сути, на сегодняшний день. И в этом плане никаких простых способов поднять Дальний Восток нет. Я все время говорю, что колонизировать Марс дешевле и проще, чем поднять Дальний Восток. А в чем перспективы Дальнего Востока? А перспективы Дальнего Востока в том, что это должен быть форпост нашего российского развития. Сейчас создается космодром восточный, дальневосточный, космический кластер надо делать. То есть раньше рубили окно в Европу, а теперь куда рубим? В Азии. Дело не в окне, а дело в том, что, во-первых, еще раз повторяю, мы живем, по сути, на Крайнем Западе. И мы Сочи развиваем, мы развиваем Санкт-Петербург, Москва, прежде всего, которые пожирают всю страну. Поэтому, если мы центр нашей активности не будем переносить в геополитический и геоэкономический центр мира, то мы будем неадекватны мировым процессам, и мы в итоге потеряем всю страну. Спасибо. Евгений Алексеевич, конечно, часть функций, ну, например, тоже министерство региона, которое занимается, даже министерство регионального развития, можно корпорацию по Дальнему Востоку, которая сейчас все-таки будет создаваться, будет планироваться, поскольку планируются гигантские инвестиции на Дальний Восток, измеряемые триллионами рублей, например. Вопрос, что мы с ними не проезжали, я не нахожусь в избирательной кампании, как вы, поэтому могу говорить спокойно. Так вот, все вот это, конечно, требует переноса, в том числе, части функций на Дальний Восток и во Владивосток. Недаром наши предки назвали это Владей Востоком. Это не случайно. С точки зрения переноса собственного, то, что в Конституции написано «столица», вот здесь я бы не согласился, потому что это уже связано с таким, с трендом на 100, на 200 лет и культурного характера. Конечно, мы культурно больше располагаемся в Европе, чем, например, в Китае, просто по менталитету. Поэтому функции, но в то же время я считаю, что Москва тоже уже давно вышла из штанишек столичных функций, и на мой личный взгляд, что, конечно, надо восстанавливать единое пространство с той же Украиной и возвращать столицу в Киев. Об этом я многократно говорил. Но это культурно-исторический тренд. Культурно-исторический тренд. Что касается поддержки Дальнего Востока, размещения там значительных управленческих функций, конечно, это тоже требуется. И это есть современная система распределения функций управления страной, потому что мы живем в таком мире, когда везде телефон. Правильно я понимаю, что столичные функции того или иного города зависят от геополитической ситуации, актуальной сегодня, да? То есть Москва исчерпала свои функции, как... Вот это правильно. Москва исчерпала свои функции, так же, как в свое время исчерпали свои функции и другие столицы. Россия, если вы помните. Ну, Киев. В том числе, когда он был попеки, потому что он был разрушен в результате внешнего вторжения. Спасибо большое, спасибо, Евгений Федорович. Но теперь это возвращается. Значит, я могу сказать только одно. Вообще-то, для того, чтобы поднять Восток, Дальний Восток, и в частности, Восток, нужно не статус переносить, а ресурсы и людей, чтобы там поднимать все это дело. Я вас не перебивал. Теперь следующее, что я хочу сказать. Значит, перенос столицы, решается вопрос переноса столицы, не с точки зрения того, что вот сегодня Запад актуален, а завтра Восток актуален, и поэтому давайте бегать вот так, с места на место, определяется вполне конкретными факторами. Во-первых, любой перенос столицы предполагает не переезд чиновников, а перенос громадной и сложнейшей инфраструктуры системы управления, пунктов управления, подземных, в том числе, защищенных и многое другое. Во-вторых, если речь идет о том, что необходимо экономический блок управления поместить в Владивостоке, оборонный в Москве, культурный в Санкт-Петербурге, то не будет никакого управления России вообще. По той простой причине, что оторвать оборонный блок от экономического в принципе невозможно, я говорю, как генштабист в недалеком прошлом. Очень интересная идея, что нельзя разъяснить и культурный блок управления, и оборонный. То есть у вас сегодня оборонный, и Минкультура в Санкт-Петербурге. Я вас не перебивал. Невозможно оборвать, разорвать. А это есть фактически, у нас оборонные комплексы по всей стране заводы существуют. Вы о чем говорите? Потому что обеспечить согласование всех стратегий, планов развития страны и обеспечить централизованное управление, согласованное развитие без личного взаимодействия невозможно. А в этих условиях, когда один будет находиться в Москве, другой в Владивостоке, это будет разрыв управления. Лично вы имеете в виду сидеть в одном кабинете? Никакими. Ну а сейчас есть скайп в конце концов. Я говорю, есть телефоны, интернет. Пожалуйста, общайтесь. Вы хоть раз сами занимались согласованием реальных. Про 15 минут куда-то проехать. Вы кому сейчас рассказываете? В Москве уже три часа люди ездят все друг к другу. Вы в Владивостоке были? Там одна улица, и там пробки гораздо больше, чем в Москве. Дело в том, что разорвать. Сейчас, разорвать. Константин Валентинович, хорошо. Второй момент. И, наконец, третий момент. Почему в свое время из Ленинграда перенесли столицу в Москву? Да по одной простой причине. Почему Москва во время Батыева нашествия стала столицей, после Батыева нашествия? Почему? Элементарно. Потому что центральный вопрос – это геостратегическое положение. Владивосток с геостратегической точки зрения чрезвычайно уязвим для случаев военной агрессии. Как с морского направления, так и с наземного. Поэтому этим трем основаниям говорить о переносе бессмыслится. Я могу сказать только одно. Идея о переносе. Вот, к примеру, главный штаб... Нет, ну а Батыев там воевал ватагой. Подождите, это дело не ватага. А какие сейчас указания у нас? Сейчас мы все уязвимы, но вы же военный специалист. Я еще раз обещаю. Что Москва не уязвима. От десанта с моря, наконец, и с... Да мы говорим не о столице, мы о чем говорили. Экономическая, центр нашего государства Владивостока. Экономическая столица точно так же является... Военный комиссий останется в Москве. Подождите. У нас фактически уже в России две столицы. Это Петербург, это культурная и правовая столица. Тогда-нибудь в детстве. Конституционные суды уже находятся в Петербурге. В детстве, в детстве. Не перебивайте. Опасные и вредные. Спасибо. Давайте, давайте, к сожалению, пример. Я хотел бы это рассказать. Бразилия. Перенесли столицу вглубь страны. Развитие страны началось. Германия. Из Бонна перенесли в Берлин. Восточная часть Германии начала развиваться. Астана, в том числе, бывший, Селеноград, из Далматы перенесли. Там, конечно, было целостность страны, нужно было сохранить. Но, тем не менее, это было сделано. И глобально перенесли. Развитие всей страны получилось. Там был перенесли в Анкару, Рио-де-Жанейро в Бразилию, Дели в Нью-Дели. Я считаю, что на апологике нужно тогда Вашингтон перенести на Аляску. Я в Вашингтоне не хочу даже думать. Это не ваш вопрос, куда перенесли в Вашингтон. Почему? Так у них, видимо, уже есть паспорт Соединенных Штатов. Они думают о Вашингтоне. Сейчас, сейчас. Да, пожалуйста. Смотрите, какая ситуация. Столицу переносит в нескольких случаях. Первый случай, это когда мы хотим... Вы так говорите, как будто у нас каждый день столицу переносит. Во многих других странах переносили. Для чего переносили? Например, в Казахстане. Когда Казахстан стал независимым, выяснилось, что Алма-Ата, столица, находится слишком близко к границе. И что она находится в специфической стратегической ситуации. Значит, Петр первый границу переносил столицу. Подождите минутку. Под влиянием, грубо говоря, казахских националистов и так далее. И Дазарбаев, чтобы укрепить страну, чтобы создать некое равновесие между русским, русскоязычным севером и казахским югом, он перенес столицу в центр страны, в Астану. Это логично, с его точки зрения. И Казахстан не очень большая территориальная страна. То же самое было когда-то в Турции. Когда они перенесли столицу из Стамбула в Анкару. Это первый вариант. Второй вариант, это когда мы имеем дело с небольшой страной, типа Швейцарии или Германии, где там на поезде можно за 2-3 часа доехать, куда хотите. Италию, например, можно за 5 часов из конца в конец просто на поезде проехать. И в этом случае можно столичную функцию перераспределить между несколькими городами, которые все равно находятся близко относительно друг от друга. Зачем вам ездить? Мне скажите, пожалуйста, на самолет, если надо, вы полетите. У нас в России основное население, 120 миллионов человек, проживает на восточноевропейской равнине. Грубо говоря, вокруг Москвы. Если мы переносим столицу в Владивосток, всерьез переносим, то чтобы человек мог съездить на прием в министерство, он должен будет ехать в Владивосток. Огромная цена билетов и так далее. Не говоря уже о временной разнице. Туда ездить. Уже с переносом крошечной части функций столицы в Петербург, туда Конституционный суд, по-моему, перенесли, главный штаб и так далее. Уже возникают трудности ездить в Петербург, потому что значительное расстояние у нас в стране. Понимаете, мы не думаем о простых людях, о не очень богатых предпринимателях, которые будут вынуждены. У нас в Дальнем Востоке Сибири абсолютно не переносируется. Когда вы не будете думать о Европе, о Европе, в честь и России, и думать будете о Сибири и Дальнем Востоке. Вы депутат, у вас билеты бесплатные туда-сюда, понимаете? Вам хорошо в этом смысле. А я не езжу, понятно, туда-сюда. Я и свой регион не спасаю, где я работаю. Это долго, к сожалению, будет ехать. Я был в Владивостоке. Вот как раз нужно развивать. Москва уже заклебнулась, понимаете? Она сейчас лопнет. Даже руководство страны начало Москву удлинять. Мы буквально на пару минут перебемся. Единственное, что я хотел бы информацию к размышлениям дать. То, что сказал Павел, что 120 миллионов живет в московском регионе, да? Но есть еще одна вещь. Есть тысячекилометровая зона. И в этой зоне вокруг Москвы живет 100 миллионов примерно. А вокруг Владивостока, знаете сколько? А 414. Вот об этом после рекламы. Не переключайтесь. Мы следовали человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я, Алексей Шахотов. Мы продолжаем дискуссию весьма жаркую относительно перспектив Дальнего Востока в качестве экономической столицы России. Николай Михайлович, прошу вас. Спасибо, ведущий. Я думаю, что телезрители первую часть смотреть неинтересно. Кричим, шумим. Если кто внимательно смотрел прямую трансляцию, когда будущий председателем правительства Путин, Владимир Владимирович, сегодняшний президент, отчитался в Государственной Думе, а коллеги, если в том созыве были, наверное, помнят, когда я задал вопрос. Владимир Владимирович, какая необходима концепция для регионального ровного и равного развития России? Искусственно выдергивать какой-то регион и пытаться развить и навязать ему какие-то функции – это ошибка. Для военных разведчики всегда говорят, прежде чем зайти, надо поглядеть, как выйти. Правильно? От Урала до Дальнего Востока нас живет 27 миллионов. 20 лет, мой коллега абсолютно прав, 20 лет потеряно для Дальнего Востока. Я неоднократно там бывал. И в Спаске Дальнем, и в Уссурийске, и в Владивостоке. Сегодня китайцы из такой полыни выкатывают арбузы. Против полуторамиллионного Дальнего Востока Северный Китай – 150 миллионов. 150 миллионов. Поэтому сегодня важен человеческий фактор присутствия. Мне приходило в силу депутатской деятельности от океана до океана проехать Соединенные Штаты Америки примерно по территории, почти октярегон, и наблюдать, и разговаривать. Разговаривать с фермерами, значит, и так далее. И когда я говорил фермеру и сидящей здесь руководителем, значит, и городка, и муниципальной, я говорю, вы когда-нибудь допустите, чтобы он обанкротился? Мы, говорит, все банкиры и другие руководители, мы, говорит, перед ним будем стоять на коленях, чтобы он работал. Но в штате Орегон абсолютно все. Социальная инфраструктура такая же, как в Нью-Йорке, кроме небоскребов, значит, такая же, как в Вашингтоне. Поэтому необходимо создавать ровные и равные условия для развития всех регионов. С учетом особенностей. Если говорить, почему Астана перешла оттуда сюда. 90-й год, я тогда заявлял Назарбаеву, и тогда мы на Поклонного горе встречались, Шевернад зашел, я говорил, но если вы навсегда уходите, но вы же знаете, северные земли Казахстана, исконно русские земли. Поэтому и перенеслись в столицу, чтобы подкрепить, поддержать. Почему сегодня с Бона в Берлин переехали? Да потому, чтобы поддержать Восточную Германию. Здесь многое переплетается, но интерес один, территорию держать. В свое время, когда Столыпин, хорошо я знаю историю, в отличие от вас, когда любая семья переваливала Урал, Урал, я по маме белорус, отец Шелдон. Получала надел. Значит, не надел. 5 рублей золотом, помимо надела, на обустройство. А мы сегодня говорим, где деньги. И в то же время, сегодня руководители страны говорят, да вот 80 миллиардов долларов с начала года уехало. Да за последние 10 лет 300 миллиардов уехало. Тогда, извините меня. И ждем каких-то инвесторов на Дальний Восток. Поэтому главный инвестор сегодня в России, в Российской Федерации, у нас вся таблица Менделеева, в первую очередь государство. Вы вспомните, как осваивали целинные залежные земли. К сути, к теме передачи, столичные функции нужно переносить. Поэтому не столичные, экономические функции надо переносить на Дальний Восток. Спасибо большое, для нашей стороны. Идите к нам. Садитесь к нам. Спасибо, Николай Харитон. Вы согласились с нами. Спасибо вам большое. Экономические функции должны находиться в естественном, если об экономическом центре. Политическую столицу можно переносить. Я держав политические, свои столицы перенес. Минуточку, минуточку. Экономическая столица США длительное время, город Нью-Йорк, а столицу они перенесли в Вашингтон, который относительно небольшой, относительно тихий по американским меркам город. А как перенести экономическую функцию, экономическую столицу в наших условиях? Это велеть Газпрому и крупным компаниям перерегистрироваться во Владивостоке, что ли? Ну и что, будут обладать налоги. Ну, а такой разрыв между экономическим и политическим центром, как они будут все время летать туда-сюда? То же самое бардак получается. Еще раз скажу. Я бы выяснилась, ну ладно. Давайте по очереди, прошу вас. Вот обратите внимание, как Павел сказал, там, Газпром перенести и так далее. Потому что мы рассуждаем не в логике созидания, а в логике распределения. Газпром перенести, столицу, чиновников перевести. Речь идет о создании форпоста российского развития. Это значит, нужно новые Газпромы сделать. Космический кластер сделать. Естественный экономический центр – это Москва. Вы можете сказать, вы можете сказать, вы можете сказать, давайте разделим два понятия. Есть центры системы управления, столица, политические, экономические и прочее. А есть экономические центры развития и так далее. Никто не возражает против того, чтобы экономическим центром развития Сибири был Екатеринбург. Никто не возражает против того, чтобы экономическим центром развития… Не Сибирь, а Урала. …развитие Дальнего Востока. Есть, она есть. Не переводить туда функции. Переводить туда функции государства – это имитация развития Дальнего Востока. А вы не думаете, что мы теряем Дальний Восток? Подождите, Константинович, но ведь мы же прекрасно знаем, что мы живем в стране замечательной, где на самом деле чрезвычайно важна политическая воля. Конечно. Ну и так, и эдак уже крутили этот Дальний Восток. Деньги идут туда, где есть политический ресурс. Сегодня мы посылаем туда огромное количество денег. Значит, никто не мешает. Никто не мешает. Потому что контролировать надо. Когда люди будут там решать вопросы, там будут решать деньги. Не будем мы говорить про использование денег. Это другой вопрос. Это вопрос не темы сегодняшнего разговора. Это вопрос разговора с Генеральной прокуратурой. А Генеральная прокуратурой в Москве, следственными терминами в Москве, они не видят, что там происходит. Закончим про деньги. А вот поговорим о том, стоит ли именно переносить систему управления. Это нонсенс. Что сказать, увеличивать еще раз финансирование необходимо. Контроль необходим. Стратегия развития жизненно необходима. Петру Первому объясните, что он сделал нонсенс. Он пошел в болото Чухонские. Петр Первый, главный у нас нонсенс. Он пошел в Европу. Андрей Боголюк. Давайте мы немножечко, давайте мы немножечко, давайте мы немножечко. Мы готовы, Александр Владимирович? 17-й век. Конечно, 17-й готовы. 18-й век от 21-го. Тащил корабли, рубя их в воронежских лесах. Давайте мы отделим, отделим. Тогда развивалась Европа. Тогда Европа был центр мира. Сейчас другая ситуация. Сейчас Азия развивается. Давайте отделим 18-й век от 21-го. Так, не верьте. Прошу вас, Олег Сапченко. Олег Владимирович, прошу вас. А сегодня нужно много больше. Спасибо, Александр Владимирович. Опять же, я обращаюсь к оппонентам. Они говорят, что нужно для того, чтобы развивался такой-то регион. Завтра нужен будет следующий регион. Давайте тогда будет столица у нас, столичные функции. Будет у нас кочумать по регионам. В другом проблема. Атосины не родятся апельсины. Понимаете? Вот если сегодня мы даже не можем потратить те деньги, которые выделили на АТЭС, эффективно, правильно. Мое мнение, нужно было строить вторую ветку БАМа. Мое мнение, нужно было в Комсомольске-на-Амуре, где мы МИГи выпускаем уже третьего-пятого поколения, где мы впереди планеты всей. Там нужно было строить университетский центр. АТЭС можно было встречать спокойно, благополучно. Я понимаю, что там есть другие задачи. Престижа. И теоретически как раз показать, что на Дальнем Востоке наше присутствие слишком дорогой ценой при сегодняшнем бюджете. Но, опять же, не обсуждая это, я считаю, что есть сегодня экономическая программа. Есть сегодня отдельный орган государственный, который будет заниматься эффективным использованием тех средств, которые выделяют и будут выделять государство на развитие Дальнего Востока. А вы согласны с Константином Валентиновичем, что можно развивать Дальний Восток, не интегрируя его в такую государственную элиту? Да ну как он интегрировал. О чем мы говорим? Тогда можно вот в любом регионе, можно спросить, в любом регионе. А вот Ян, я знаю, Ян Биттер говорит, что мы потеряем вообще Дальний Восток. Это просто слова. Это просто слова. Сейчас экономика вся развивается в Азии. Тогда мы Москву потеряли, потому что у нас от жителей, здесь дворники. Понимаете, мы Москву потеряли в Азии. Вы посмотрите, Тихоокеанские, сколько стран граничат там. Вот там нужно развивать экономику. Там много стран. Европа, Европа уже гнилая старушка. Там нечего смотреть. Но Европа в стагнации. Она у них уже и так в кризис. Там много, здесь, а ничего. Там кризис. Зачем условно Европу? Спасибо. Спасибо. Ян Зеленский. Евгений Федоров. Прошу вас, Евгений Алексеевич. Я, вообще-то, вот только что приехал с Дальнего Востока, участвовал в мероприятии саммита. Саммита. Да, саммита. И я общался в том числе с людьми. Общался с людьми. Вообще-то, говорят, жители Дальнего Востока ощущают себя европейцами. Это же факт. Они же не ощущают себя китайцами, японцами. Они европейцы. Значит, вопрос переноса... Слушай, они в зеркало смотрят и видят... Да подожди, что же вы все болтаете постоянно? Сейчас успокойтесь, наконец-то. Это вам не удивляет. Поэтому вопрос... Ну, подождите. Слушайте, ну как-то успокоить надо, Митволя. Правда, продолжаем. Поэтому вопрос перевода туда чего-то вообще не стоит. Они ощущают себя европейцами. Да, надо развивать, надо триллионы туда вкладывать, надо поднимать всю инфраструктуру. Но столица страны... И Петр Первый не случайно перешел, да, к границам, потому что он расширялся туда. Он шел в сторону Европы. Он превращал территории европейские. Всегда для России, да и для Германии. С Берлином. Перевод столицы, это перевод в сторону расширения намерений культурного характера. Почему мы и говорим про тот же Киев? Мы говорим про Киев, потому что это... Подожди, шутки всех рекомендают. Хорошо, хорошо, да. Поэтому перевод в Киев, например, это потенциал расширения, превращения культурного пространства страны. А то, что на Дальний Восток должно приехать еще 50 миллионов человек, конечно должно. Но причем из столицы. Спасибо, Олег Бойкович. Давайте вот, сейчас вы официально выскажитесь, прошу вас. Я могу сказать, что вопрос, ну действительно, вот сейчас говорили, что если перенести функции, у нас будут туда летать чиновники за госсчет. Вот, пожалуйста, депутат от Калининграда, чего на саммите вы делали? Вот вы-то там что делали? Вы что, из Дальнего Востока? Вот за государственный счет бизнес-классов 100 тысяч рублей у вас билет. Вы вообще-то, вопрос, это так на всякий случай по поводу саммита. Вы в курсе, что вообще-то говоря, у нас вся страна работает, и государственные машины... Вы летали туда-сюда, да, в Калининград больше летать. Смотрите, что у вас там творится. Я понимаю, ваша задача... У вас беда в Калининграде. Ваша задача, чтобы органы федеральной власти не работали. Самое главное, прослушайте, он говорит, просвучало следующее, что вот во Владивосток нельзя летать. Вы сами тем самым... Вопрос не в том, что он может за свой счет полетать. Вы понимаете, Владивосток, отчуждаете, потому что депутат из Калининграда должен знать, что у него в Владивостоке делается. Значит, вопрос лишь, чего ему там делать. Вы поймите, все бюджетные перелеты должны производить со смыслом. Потому что туда набрали несколько самолетов вот таких вот красивых депутатов, так сказать, которые слово сами не знают, как выговорить. И прилетели они, полетели, посмотрели. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, мы должны все-таки делить вещи. Мы, знаете, мы тут сталкиваемся. Конечно, дискутировать-то сложно. В принципе, обе стороны примерно в одной и той же сфере говорят. Мы же не говорим о том, что Кремль надо переместить в какое-то другое место. Мы говорим о том, что действительно надо у нас регионы делать ответственными за какие-то функции. У нас сегодня не две есть столицы. У нас сегодня три столицы. У нас сегодня есть летняя столица Сочи. У нас сегодня есть Санкт-Петербург, культурная столица. И Москва. У нас столица Деда Мороза еще есть. Кстати, я могу сказать, обратите внимание, мы сегодня начали заниматься Татарстаном. Посмотрите, какой город. Несравнимо и по графику, и по многим вещам с той же Москвой. Почему-то мы удивляемся, что то, что в Татарстане сегодня с нуля они сделали, почему-то у нас в Москве не получается. Мы даже в Москву привезли чиновников из Татарстана, и все равно все плохо. Вот уже не знаем, что делать. А что я депутат от Волгограда? В Волгоград нужно столичные функции, потому что историческое место. Нужно туда. Почему волгоградские люди должны... Я не понял того, чтобы в Волгоград переехали специалисты, занимающиеся российской историей. Какие проблемы? Я только считаю, что сегодня быстрее всех развиваются страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Которые перенесли в столицу. Нет, о которых мы говорили. Я считаю, что экономические функции должны быть там рядом. Спасибо. В знаниях и в силах страны, в экономике и в применении этой мощи и возможностей, которые есть в стране. У нас с этим проблема. Вот о чем нужно говорить. А не переносить функции. Если бы так было просто, мы перенесли бы и вся страна бы уже желает быть. А иметь слово Николай Михайлович Харитонов сразу после рекламы. Не переключайте сами ток-шоу «Слово даст». Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахнов. Мы продолжаем дискуссию относительно перспективы Владивостока как на экономической столице. Николай Харитонов, прошу вас. Я сибиряк-новосибирец. Мой коллега с Томской области. Вот мы с Омской. Мы сидим, между собой разговариваем. И Олег Митвольб абсолютно прав. Газ, нефть сегодня мимо Сибири, мимо Дальнего Востока. Как раз Тихоокеанский бассейн, он идет. Мы отдаем энергетику, мы отдаем свои силы туда. Что взамен получаем? А нам необходимо всю эту энергетику произвести в производящую силу. Либо это агропромышленный комплекс, либо это промышленные предприятия. И коллега с Волгограда абсолютно прав говорит. Нам не уйти от решения вопроса и создания условий для человека. Чтобы человек был заинтересован туда ехать. Ну, к примеру, условия создать молодого человека на Дальнем Востоке. Кстати, об этом Жириновский не раз говорил. И мы согласны с ним. Ну, года два-три в армию не брать. Пусть не осуждают те, кто смотрит телезрители. Пусть он станет... Сходит квартиру. Пусть он получит образование, работает, укрепится, создает семью. А потом, может быть, по контракту, либо на годах сходит и послужит. То есть, необходимо предусмотреть условия и без государственных... То есть, сделай такой социальный офшор. Значит, просчитать экономическую эффективность развития. Ну, на нашем примере, мы же помним, Аляску продали в счет долгов. Царь-государь продал. Вы посмотрите, из Аляски что сделали, что люди, которые были там, кушают в ресторане, лось и мордой стучатся, так сказать, в окошко. То есть, создали оазис. Холод, снег, мороз, значит, и так далее, и так далее. Но мы-то можем это создать. Вот сейчас мы Казань, Татарстан. Захотели, сказали. Ну, я понимаю, здесь совсем немножко политические мотивы и многое другое. Но захотели, создали. И Дальний Восток восстановить сегодня переработку рыбы. Там икры, значит, добывается сотни тысяч тонн. Но 18 тысяч ежегодно сегодня уезжает из Дальнего Востока. Ни с таблетками, ни на костылях, а здоровых молодых... Спасибо. Сейчас, сейчас, давайте по очереди. Давайте по очереди, Юрий Васильевич. Я бы все-таки, во-первых, исторически подчеркнул, что все столицы и переносы столицы в России, даже в Византийской империи, само образование Константинополя, это все время уход в маленький, небольшой город на край страны для того, чтобы поднимать край. Это исторически. Второй момент. То есть там, где нужнее. И сегодня геополитический район номер один для нас, это наш Дальний Восток. Поэтому туда нужно идти. Это второе. И третье, наконец. Все-таки, чтобы трезво рассуждать, еще раз повторяю, мы должны четко понимать, что на Дальнем Востоке нужны не просто деньги, еще что-то. Нужна Дальневосточная революция. Если мы эту созидательную революцию там не организуем, а для этого нужна власть там, то все остальное ни о чем разговаривать. Спасибо. Сейчас. Я хочу, чтобы послушали политика Леонида Гозмана. Что Леонид Яковлевич на эту тему говорит. Внимание на экран. Знаете, пользы не будет, вреда тоже не будет, потому что это никогда не осуществится. Большая часть населения Российской Федерации живет в европейской части страны, подавляющей большей части населения. Промышленность, наука, культура в основном сосредоточены в европейской части страны. Ставить столицу в нескольких часовых поясах. От той территории, где сосредоточены основные интеллектуальные, финансовые, промышленные силы страны, это, разумеется, полное безумие. Это первая задача. Надо, конечно, развивать Дальний Восток, но не ценой разрушения государства. Второе, почему это все не годится. Потому что в нашей стране, к сожалению, государство влезает во все, во что на самом деле влезать не надо. И поэтому мы не Австралия, где можно в относительно небольшом городе держать столицу. И даже не Соединенные Штаты Америки, где правительство меньше, чем наше. В Владивостоке нет ни кадровых, ни инфраструктурных, никаких других условий для существования там столицы. Ну и, конечно, третье. Опыт, мировой опыт показывает, что столица переносится в революционных ситуациях. В нашей стране столицу переносили два раза. Ее переносил Петр Первый и Владимир Ленин. В обоих случаях для главы государства, в тот момент, для реального лидера государства, важно было осуществить революционные преобразования и оставить в прошлом старый бюрократический аппарат и старые бюрократические традиции. Ничего похожего у нас нет. Поэтому вся эта идея, мне кажется, не более, чем колебание воздуха. Спасибо. Это был... Приятно слышать по вопросам, что государство не должно ничего регулировать от человека, который всю жизнь зарабатывал в госкомпаниях. Это вот очень интересно. Значит, могу сказать следующее, что вопрос не в том, чтобы туда банально вливать деньги, к чему мы сейчас скатываемся. Вопрос в том, что там надо организовать условия развития предприятий. Коллега Харитонов абсолютно правильно говорит, и вот, так сказать, уважаемые эксперты должны помнить, что сегодня практически вся обрабатывающая промышленность Китая сосредоточена на российской, и нефтеперерабатывающей заводы, и древесина, и, извините меня, вся химия положена на границе с Россией. Так вот, наши города, там, стоящие на реках, они сегодня получают грязные реки, дышат всякой гадостью, а доходы остаются сегодня в Китае. И мало этого, еще и Китай имеет специальные программы, как говорится, медленной экспансии на Дальний Восток. Действительно, там в 300 раз больше живет население. Проблема есть, я согласен с этим. Как вы ее решите столичными функциями, как вы ее переберете? Олег Владимирович, подождите, я вам хочу сказать, что должно государство создать экономические рычаги. О, спасибо большое, присаживайтесь к нам. Нет, но вы же знаете, что происходит. Значит, вопрос заключается в том, что сегодня из Москвы всего этого не видно. Наши вот депутаты туда слетали на самолете, изучили одно слово, вернулись, все, забыли они в Дальнем Востоке. Они должны там находиться, там они должны быть, и тогда будут болеть за регион. То находиться, то лететь, вы там и разберитесь со своей собственной головой. Я считаю, что часть таких депутатов, как вы, надо на два года туда отправить, в обязательном порядке, без права уезжать. Вот, правильно. Не почувствуй, как не живется народу. А и тогда будет там... Немаловажная проблема на Дальнем Востоке, немаловажная, мы ее когда цепляем, но отходим, это о том, что отток населения уходит из Дальнего Востока в европейскую часть. Вместо них приходят на пять раз больше китайцев. Мы потеряем нашу страну, если не будем ее... Продуманно развитием. Да, и развивать. Мы сейчас не развиваем, мы теряем нашу страну. А вы дайте это, поднимайте. А вот эти люди, как я не хочу фамилию назвать, не хочу, да, я не хочу фамилию назвать. Он думает, и его коллеги думают о том, чтобы Россия была в рамках московского кольца МКАДа. Не нужно, он сам готов купить эти земли, понимаете? И его английские партнеры. Спасибо. Олег Владимирович, вы говорите о том, что не надо переносить функции, нужно вкладывать деньги. У нас есть чемпионы по инвестициям, там город Грозный, например. Я скажу... Да, куда вкладывается в этот регион, вкладываются колоссальные деньги. У нас закрыта тема с Грозным, с отделением Чечни, которая была в 90-е годы. Сейчас. Закрыто? Закрыли. Закрыли. Дальше двигаемся. Хочу сказать следующее. Прекратите это за деньги заливать, у вас опять вопрос этот встанет. Вы знаете. Конечно. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, сегодня люди... Я вот недавно был в Благовещенске. А мне кажется, один солдат российский, один солдат, стоит всех этих денег. Пенсионеры, пенсионеры, живущие в Благовещенске сегодня, покупают себе квартиры напротив китайских городах и приезжают в Благовещенск за пенсии. Почему? Потому что, оказывается, жилье в Китае дешевле и качественнее, чем строится в Благовещенске. А, извините, на нашу пенсию можно прожить как раз только в Китае. Обратите прожить... Хорошо, Юрий Владимирович, Олег Владимирович. И такая ситуация недопустима, я считаю. Олег Владимирович. Еще раз говорю, тема другой передачи. Развитие Дальнего Востока. Мы говорим про столичные функции. Если бы это все, что перечислили эти проблемы, можно было решить переносом двух, трех, десяти столичных функций, я за. Но мы понимаем, что это не решит. Это просто наживутся какие-то строители очередные, какие-то там, кто сидит на бюджетных средствах. Вы посмотрите телевизор, те, кто не за госширом. Вы начали с того, что там разваливается, все, что построили. Вы посмотрите, что там настроили. Там это надо задействовать. Давайте по делу. По делу давайте. Да, по делу. По делу. Смотрите. То же самое я могу сказать. Почему тогда Америка не переносит? Все же понимают, что геополитическое развитие мира сегодня связано с Азией. Почему в Сан-Франциско или в Лос-Анджелес не переносит столицу? Почему Австралия не переносит столицу? Ну это потому что абсурд. Поэтому могу сказать, что делала Америка, например, чтобы сохранить такую территорию, как Чукотка. Часть роялти, которые добывают там нефть, остается в фондах, которые как раз на Аляске. На Аляске, прошу прощения. Вы перепутали свою работу в фонде развития Чукотка. Прошу прощения, перепутал Аляске. Часть денег роялти от добываемой там нефти переводится в фонды. Эти фонды распределяют среди жителей. Там мало очень населения по сравнению со всей Америкой. И Америка спокойно за эту территорию. И Америка спокойно смотрит, как развивается эта территория, включая сохранение экологической составляющей. Там, я согласен с вами, там экология одно из лучших мест в мире. Поэтому, если мы сделаем так, перераспределим средства, а мы об этом сейчас говорим, создана программа развития Дальнего Востока. О чем мы говорим? Создана программа. Если мы говорим о том, что такое же перераспределение идет, потому что все-таки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале добываются основные ресурсы, которые формирует российский бюджет. Мы все-таки должны тот искривление, которое было за многие эти годы, исправить тем, что мы должны перераспределить средства и инвестировать в Дальний Восток. Вот это правильно. А почему вы не поддерживаете? Вы от Единой России депутат. Я не боюсь критиковать многие меры, если вы спрашиваете дальше. А вы не боитесь критиковать по фамилии? Назовите, я просто напишу. Не, не, подождите, просто мне было любопытно. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за сегодняшнюю дискуссию. У нас осталось очень мало времени, я хочу, чтобы наши эксперты на центральном подиуме подвели итог сегодняшней беседы. Андрей Владимирович, прошу вас. Сидите, сидите. Ну что можно сказать, дискуссия была крайне живая, были две точки зрения, одна точка зрения ничего не надо переносить, вторая точка зрения надо переносить с учетом экономических функций. Я могу сказать одно, что сколько бы столицы не переносили, сколько бы функций не передавали, ничего принципиально измениться не будет. Меняться надо в том, что там на Дальнем Востоке очень слабая инфраструктура. Сколько бы ни говорили о том, что надо увеличить долю экспорта в Азию, она увеличиваться не будет, потому что у нас нет ни железных дорог нормальных, ни портов, ни аэропортов. Надо, прежде всего, вкладывать в Дальний Восток не столицу переносить, а инвестиции и осуществлять нормальный контроль за распределением инвестиций. А то сейчас вот дороги уже разваливаются, вот только что я слышал. Отсюда уже ребята вернулись, сейчас в Подмосковье этот бюджет осваивают, исполняющий обязанности мэра Подмосковного Хима, руководитель проектной организации, которая дорогу строила. Ну вот, надо и спросить, почему дорога. Мы подводим, что-то прошу вас, Юрий Иванович. Власть в лице правителя и главных чиновников должна быть там, где сложнее всего. Власть должна пахать на страну. Петр Первый пахал на страну, пришел в Чухонские болота, сделал великий город на Неве. Поэтому наша задача переносить туда столицу. Никаких аргументов, к сожалению, против этого, помимо того, что надо везде переносить. Тогда давайте в каждый регион, я не услышал, Дальний Восток это то место, где самая талантливая наша молодежь должна себя реализовать. Там должен быть правитель страны и за ним должны поехать самые лучшие. Спасибо. Евгений Федоров, немножко такая странная дискуссия и немножко уходящая от темы. Вообще говоря, проблемы, которые постоянно здесь говорят есть на Дальнем Востоке, они точно такие есть по всей Российской Федерации. Я не услышал ни одной проблемы специфической для Дальнего Востока. Ни одной, кроме большого количества китайцев за границей, например. А что, мало у нас других за границей людей по всей Российской Федерации. Если говорить об уровне жизни Дальнего Востока, я скажу, вы знаете, какой самые высокие заработные платы в России? Вы думаете, в Москве? На Сахалине. Об этом тоже здесь не прозвучало. Вопрос. Вообще нет специфической темы Дальнего Востока, которая требует поменять парадигмы вообще гигантского масштаба. У вас нет. Нет. То, что требует изменения столицы, это парадигма развития страны на сотни лет. Правильно. Поэтому мы и говорим, Дальний Восток такое же Европа, как и Москва, по менталитету людей. Вы фактически предлагаете, вот полным переносом туда, убежать с Европы. Вы предлагаете отделить Европу от России. Это принципиально неправильная вещь. Надо менять тип страны вообще. Надо восстанавливать суверенитет страны с 1991 года, менять экономику. Делать масштабные инвестиции по всей Российской Федерации, а не только по Дальнему Востоку, на основе новых принципов функционирования. Об этом сейчас обсуждается. В этом решение проблем. Другие истории это увести от головы. Спасибо, Евгений Федоров. Уважаемые эксперты, уважаемые телезрители. Я благодарю вас за сегодняшнюю дискуссию. Хочу подчеркнуть, что то, что сегодня слышали наши телезрители, это личные точки зрения присутствующих здесь гостей. Так думают они. А что думаете вы? Мир24.тв. С вами был Алексей Шахматов. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин